Стала такая традиция, что в каждый очередной приезд в Америку появляется новую книжку. На этот раз я тоже не сделал исключения. Книжка называется, вот она лежит, называется она в соответствии с нынешним временами жанра кризиса. Я думаю, что после окончания выступления желающие могут ее естественно как ввести и получить автограф автора. Я почитаю в первом отделение стихи из нее, наверное, а во втором думаю, что просто что-нибудь из прежнего, что-то как-то немножко поднять настроение, потому что эта книжка, я бы назвал, конечно, депрессивной, но в общем-то она некоторым образом носит отпечаток сегодняшнего не самого простого времени. А чтобы поднять настроение, можно потом в конце такой при соборе, значит, там, запасы. А вот если попробовать без микрофона? Да. Лучше, 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 да. Лучше. Лучше, да. 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 Лучше. Лучше, да. До конца он не истает тот стратегический запас, пока бессмысленно летает последний из немногих нас. Следующее сценарийное такое очень личное, я все время перенес такую сравнительную драму, большую жизненную драму, которая по стихи и по священнюю. Жизнь и так ты не пустила, даже близко, так еще коза померла, звали Лиска. Брык с копыт и вся недолга, стоп-машина, а ведь были у ней рога в два оршина, отошла аккурат в обед в полвторого, пусть была ты, Елизабет, не корова, не звучала, как человек столь же гордо, не забыть мне твоего век козью морду. Хоть всего-то ты, коза, нету спора, но такие встречи в глаза я не скоро, молока стена, как с козла, меньше даже, но не просто пятном была ты в пейзаже. Пусть верят, что я зоофил, враги это, как сестру я тебя любил, Елизавета, будь бы даже я древний грех, типа Эллин, скотоложество, тяжкий грех, непомерен. Да и песня моя о том, видят боги, что рогатам быть лучше с котом, чем двуноги. Потому что я как-то даже сказал насчет личной драмы, и замерил, что вы меня так сильно приумели, все это, наверное, вы делите, так сказать, вещи не на 16, то, насколько нибудь, но иногда то, что я говорю. Культурный слой буквально тает, как вешеное небе облака, никто газеты не читает, за исключением конька. И я бы записывался тоже у его фанатов к интеллигенту, но мне МК читать не гоже, поскольку я интеллигент. Интеллигент всему основу, всего причину на Руси. Интеллигент не просто слова, но символ нравственной оси, которая хоть бита косо и отравляет всем жизнью, но все проклятые вопросы вращаются вокруг нее. К интеллигенту и себя я давно по праву отношу, не зря копейку зашивая из фишок, нет-нет, напишу. И в данном ящике комода, забытом, мрачным и пустом, с тех пор как вышел из народа, храню камю, девятый дом. Вот того, значит, туда мы по стихов написанных, в общем, мне буквально повырели сердце, скорее, значит, для поддержания штанов, потому что я сотрудничал, или, по крайней мере, сотрудничал еще один раз в рядах периодических изданий в качестве колумниста. Ну и писал на задуме тему, значит, такой взлободневный отлик на события, происходящие в стране. Много того, что было написано, далеко, конечно, не все это далеко, далеко, повторяю, не все соответствует, так сказать, моим собственным представлениям о прекрасном. Но, тем не менее, я книгая стихи, они переживали в момент своего написания, я их включал, там, книжки, там, исполняю на концертах. Ну, многие из них повторяю написаны по конкретному поводу. Вот недавно, значит, я узнал, когда это было замечательно, что согласно опросу, проведенному фондом общественного мнения, у россиян нет сегодня безусловных моральных авторитетов. Я, кстати, выяснял на предыдущих выступлениях, здесь, в Америке, а есть ли в Америке сегодня безусловные моральные авторитеты, хотя бы в этом зале вообще. Нет? Нет, да? Надо подумать, наверное, есть. Какой области? Смотря по какому... Я? Какой области? Да. Какой области есть, да? Вы области болеть и области... Нет, моральные, моральные. Области морали. А они должны быть живы? Ну, желательно. Ну, вот этот человек, который у вас на докторе изображен, может, морально ответить? Ну, я так помню. Он начальник не остается морально ответить? Нет. Вот он остается аморальным повторением. Не всякие, не каждый. То есть мы считаем, что в нынешней Америке значит морально ответить? Ну, в этом поколении, скорее всего. То есть, если взять поколение детей, то у них есть моральные... Нет, зал же цивилические, зал же все-таки не коренных американцев. Уходи американцев. Нет, это нужно каждую группу своей. Здесь... Продолжение следует... Продолжение следует...